эмоции и гордость за ребят фантастический результат для нас да у нас сейчас такой период что нам приходится много терпеть да у нас все знают что наверное у нас самая сложная логистика в стране во всей да вот но мы это принимаем как должно и я в восторге от ребят от их реакции да потому что очень сложно очень сложно находить внутренние ресурсы они сегодня проявили характер плюс фантастическая поддержка болельщиков конечно да ну и опять же это прекрасное поле стадион вот зритель любит такой матч тренеры обычно я нервничаю да но я считаю что все-таки победа наша она заслужена такая мужская жесткая потому что мне очень понравилась уфа да первый матч мы там играли жесткий такой поединок был 22 сыграли на последних минутах вот я рад такому результату я благодарен всем людям которые помогали на нашем менеджменту потому что это очень важно все люди которые сокращают проявляют какие-то невероятные знаете такие способности поддержать восстановить подлечить в кратчайшие сроки прошла в тройнике находимся вот много времени в дороге но опять же здесь благоданность моя клуба что они находят возможность обеспечить нам всем необходимыми но и мы стараемся со своей стороны ребята показывать достойный футбол а самое главное сейчас нам надо цепляться за каждочку в этой жесткой сложной лиги на в зоне в котором даже каждый очко не говорю про выигрыш любая ничья это движение вперед движение позитивные посмотрите какие результаты сейчас да уже никто ничему не удивляется мы проявили характер у нас была страсть у нас было огромное желание порадовать болельщикам и отплатить всем людям кто за нас болеет победой но так когда судья добавил восемь минут в концовке о чем вы подумали да я подумал что матч какой-то долгий я еще нашу андрея анатольевича спросил сколько добавил арбитр времени он мне говорит восемь минут но знаете в такой ситуации тренер команды которая выигрывает всегда кажется что время очень такое медленно идет да я думаю что все объективно все все нормально мы как бы те люди которые не жалуются на обстоятельства мы констатируем да сегодня некоторые моменты но мне не совсем понравились непонятная трактовка но опять мы довольны и не будем на это обращать внимание потому что наверное есть вещи которые нас сделают сильнее мы очень рады мы реально рады мы не будем это скрывать потому что сегодняшняя победа она как глоток воздуха такого знаете потому что когда мы на выезде ничью сыграли в волгограде при достойной такой игре велесе в родине когда играли не совсем с точки зрения там красоты футбола и результата матч получился нам нужно было сегодня оставаться в гонке оставаться в топе и поэтому мы сражались сегодня зубами за результат фантастический результат я очень доволен учитывая то что вы сказали насчет логистики были у вас предыдущие опасения относительно физической комиссии да слушать опасения конечно были они подтвердились потому что ну очень сложно понимать я понимаю что наши руководители так делают проделать фантастическую работу но мы не можем открыть аэропорта и мы находимся просто такой ситуации что у нас нет времени даже тренироваться да и мы приезжаем нас тренировки мы 26 числа опять уже отправляемся в дорогу поэтому мы закладываемся на эти вещи слава богу что у нас есть люди которые достойно выходят на замену у нас достаточно большая бойма сейчас некоторые игроки не могут помочь команде там до травмы там приболел кто-то но сусти наше единство да наша вера в то что мы делаем наверное помогает нам добиваться результата и я еще раз повторю я благодарен каждому кто помогал ребятам готовиться к этому матчу спасибо болельщикам мы передали привет фантастическая поддержка фантастическая поддержка и знаете для нас очень важно когда но по крайней мере для меня это наверное определить определитель какого-то успеха когда болельщики после игры стоя аплодируют команде независимо от того доволен я игрой или нет но это признание для игроков потому что они главные люди они творят да мы только их направляем и я когда видел сегодня болельщики стоя хлопали обнимали игроков для меня это до глубины дыши я строгой поэтому всем спасибо дальше развиваемся